А теперь коротко о других новостях. В ночь на 22 декабря временно перекроют движение на 165-м километре трассы М7. Возле деревни Хриастово запланированы работы по монтажу модульного надземного пешеходного перехода. Объезд будет организован через деревню Юрино. Опрдор просит водителей с пониманием отнестись к временному неудобству. В региональном управлении Росгвардии подвели итоги работы уходящего года. За 11 месяцев пресечено около полутора тысяч попыток хищения имущества, а также 72 кражи. В отношении 160 правонарушителей возбуждены уголовные дела. Выявлено 115 лиц, находившихся в розыске. Кроме того, изъято более тысячи единиц оружия и более 30 тысяч патронов, а также более 100 граммов наркотических веществ. На селе буксует нацпроект «Цифровая экономика». По нему жители могут подключать свои дома к интернету по оптоволокну. Но на деле провайдер может и отказать, сославшись на технические трудности. Так произошло в деревне Мокрая Гусьхрустального района, где людям сказали самим устанавливать столбы, по которым можно будет протянуть кабель. Активисты регионального ОНФ выявили это нарушение и пожаловались в надзорный орган. До Нового года 10 дней в связи с этим полицейские предупредили, что будут пресекать правонарушения, связанные с деревьями хвойных пород. За незаконную рубку елок штраф награждан до 4 тысяч рублей, на должностных лиц до 40, на юридических до 300 тысяч рублей. А за незаконную рубку лесных насаждений в значительном количестве вообще предусмотрена уголовная ответственность. Для торговли елками необходимо иметь декларацию, которая подтверждает сделку на покупку елок у собственника древесины. Детские школы искусств получат новые музыкальные инструменты. В наш регион придет три комплекта духовых инструментов на общую сумму почти 7 миллионов рублей. Кроме того, область получит 15 комплектов ударных инструментов и ксилофонов на общую сумму около 2 миллионов рублей. Продолжение следует...